Здравствуйте! Это программа «Наша экономика» и сегодня в выпуске. Новшества в налоговом законодательстве, о которых стоит знать физическим и юридическим лицам. Новости как хорошие, так и не очень для некоторых. А также госпрограмма «Жилье для российской семьи». Срочная информация для участников и для тех, кто подумывает стать участником. Приступим. Сегодня в рубрике «Налоговый блокнот» продолжим рассказывать о налогах доступным языком. Это первый выпуск рубрики в наступившем году, поэтому начнем с изменений, которые вступили в силу. А их много. Но если коротко, то можно привести сравнение с кнутом и пряником. Часть новшеств – это антикризисные послабления для некоторых граждан и бизнеса, а вот другая часть повышает дисциплину налогоплательщиков. Итак, почему налоговые вычеты стали выгоднее? Почему квартиру лучше не перепродавать через три года? И каков новый срок уплаты транспортного и прочих имущественных налогов? Смотрите и запоминайте. Для начала одна хорошая цифра. На 12% выросла сумма собранных на территории Красноярского края налогов. Все вместе – и мы, налогоплательщики, и сама налоговая служба – хорошо поработали в 2015-м. Однако наступивший год обещает быть сложным, в связи с чем правительство и законодатели приготовили ряд новшеств. Сначала о приятном для граждан – о налоговых вычетах. Новых видов не появилось, но изменились некоторые условия в отношении существующих. Например, при расчете стандартного вычета родителям увеличен с 280 до 350 тысяч рублей в год предельный размер дохода, который дает право на стандартный налоговый вычет. До 350 тысяч предоставляется вычет на одного ребенка, на первого и второго, вернее, ребенка – 1400. Вот если уже третий ребенок и далее, по 3000 на каждого последующего ребенка. На детей и инвалидов у нас вычет сейчас предоставляется в размере 12 тысяч, раньше предоставлялся в размере 3000. И если это не родители, а опекунные попечители, то 6000 вычет предоставляется. Например, при зарплате в 20 тысяч рублей с работника, воспитывающего ребенка-инвалида, удержат меньшую сумму налога. И на руки тот получит примерно на 1170 рублей больше, чем получал в 2015-м. Важные изменения есть и по части вычетов на лечение и обучение себя или своих детей. Ранее такой вычет можно было получить по итогам года, в котором мы понесли расходы. Нужно было заполнить декларацию и потом ждать еще 3-4 месяца до фактического перечисления денег. Но с этого года можно сразу обратиться в налоговую с заявлением, получить уведомление и отнести его в свою бухгалтерию. Тогда работодатель попросту не будет удерживать с вас НДФЛ. Вы будете получать на руки больше. Еще одно важное новшество касается сделок с недвижимостью. Как известно, гражданин, продавший, например, квартиру, мог не платить налог с доходов, если владел объектом более трех лет. Теперь этот срок увеличен до пяти лет. Грубо говоря, нужно пробыть собственником пять лет, чтобы потом продать недвижимость без налога. Кроме того, чтобы граждане не занижали стоимость продаваемого имущества, продумано все до мелочей. Если раньше человек посчитал, что он за миллион продал, он и декларирует этот миллион. Сейчас сумма, если человек не может подтвердить расходы, понесенные на приобретение данного имущества, значит у нас сумма будет от реализации считаться 70% от кадастровой стоимости. Вот не ниже должна быть реализована недвижимость. Если ниже, тогда будет начисляться налог на доходы физических лиц. И еще одна важная новость для физлиц. Единый крайний срок уплаты имущественных налогов теперь сдвигается на 1 декабря. Имейте это в виду, когда будете платить транспортные или земельные налоги. Теперь о юридических лицах, но тоже про НДФЛ, который уплачивает работодатели за своих работников. В прошлом году в крае было собрано 57 миллиардов рублей НДФЛ. Да, это на 1 миллиард больше, чем в позапрошлом, но налоговики при этом видят, что некоторые предприятия уходят в тень, возвращаясь к схемам серых зарплат в конвертах. В связи с этим продолжат работу комиссии по легализации объектов налогообложения. Благодаря им в прошлом году удалось выявить и доначислить в бюджет более 200 миллионов рублей НДФЛ. А также появится дополнительный, обязательный для предприятия расчет. Для тех, кто не спешил перечислять НДФЛ за своих работников вовремя. В этом году законодатель впервые пробует ставить припоны в действиях таких должностных лиц. Введена форма отчетности, расчет 6 НДФЛ. Это расчет о суммовом фонде оплаты труда, о сумме удержанного налога, о сумме вычетов, даже предоставленных работникам, и, соответственно, о сумме НДФЛ, подлежащего перечислению в бюджет. Это для тех директоров, кто тянул с перечислением сумм НДФЛ и пускал их в оборот, рассчитывая заплатить налог лишь в конце года. Ежеквартальная отчетность позволит увидеть налоговикам все текущие начисления и перечисления. За несвоевременное предоставление такого документа грозит налоговая и административная ответственность от денежных штрафов до остановки расчетов по счетам организации. Первый такой расчет нужно успеть сдать 20 апреля за первый квартал этого года, иначе налоговая заблокирует счета. Впрочем, для бизнеса предусмотрены и послабления. В прошлом году в крае появился закон о налоговых каникулах для вновь образованных ИП. В полной мере он заработал именно с января этого года, когда был существенно расширен перечень видов бизнеса, по которым доступна нулевая ставка. Их более 40, но если коротко, это производственная деятельность, научные, социальные и бытовые услуги. Если вы задумали открыть новый бизнес в этих сферах по патенту или на упрощенной системе налогообложения, то можете воспользоваться нулевой ставкой. Если речь идет про патент, то нужно будет при подаче заявления на выдачу патента сделать в заявлении соответствующую отметку, там где ставится ставка 0, в соответствующем поле поставить ставку 0. Что касается упрощенной системы налогообложения, то вот когда подается по окончании года декларация, то там то же самое при заполнении налоговой декларации, в поле предназначенном для налоговой ставки ставится 0%, все дальше по алгоритму заполнения. Имейте в виду, налоговые каникулы не начисляются автоматически для новых ИП. Это право носит заявительный характер, и вам самостоятельно нужно будет указать нулевую ставку. Закон будет действовать 5 лет, но сама льгота будет предоставляться только 2 года. Любые 2 года в течение ближайших 5 лет. Пока нулевой ставкой воспользовались около 50 новых предпринимателей по краю. Но это лишь те, кто пользуется патентом, то есть выбирает ставку 0 сразу при обращении, в начале года. По упрощенцам такие данные еще неизвестны. Впрочем, в 2015 году закон работал всего полгода, а значит и выгода от нулевой ставки всего за полгода работы ИП. И наверняка многие выберут в качестве льготного полноценный год, то есть вот уже этот, 2016-й. И про эффект от введения налоговых каникул можно будет рассуждать в конце этого года, что мы наверняка и сделаем. А пока запоминайте, налоговые каникулы, новая отчетность по НДФЛ, новые возможности по вычетам и новый срок уплаты имущественных налогов. 1 декабря. Программа «Жилье для российской семьи», которая должна стать локомотивом строительной отрасли и одним из основных инструментов жилищной политики, выходит на крейсерскую скорость. По крайней мере, у нас в Красноярском крае. Весь прошлый год в основном собирались заявки от желающих стать участниками, готовились площадки и проектно-сметная документация. И вот сейчас на прошедшей выставке строительства и архитектура был презентован самый большой жилой комплекс, который будет возведен в рамках проекта «Жилье для российской семьи». У федеральной программы «Жилье для российской семьи» есть три главных цели. Во-первых, это поддержка отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Во-вторых, повышение доступности жилья за счет снижения стоимости строительства. И в-третьих, увеличение объемов застройки в стране. В частности, у нас в крае за три года планируется построить 10 тысяч квартир эконом-класса. Площадки уже отобраны. Это Красноярск, Емельяновский район, города Железногорск и Минусинск. Самый масштабный проект застройки был представлен общественности на днях на выставке «Строительство и архитектура». Это микрорайон «Соланцы-2» между проспектом «Авиаторов» и улицей «Шахтеров». Но только за северным шоссе, на пустыре. Это самая большая площадка, на которой будет построено более 300 тысяч квадратных метров жилья экономического класса. Конечно, это не премиум сегмент, где будет использоваться высококачественно дорогостоящие материалы в отделке и так далее. Но это будет обыкновенно типовое жилье с чистовой отделкой, где гражданин покупает эту квартиру, потом приходит, заносит свою мебель и благополучно живет. При этом дома будут в монолитно-кирпичном исполнении, что на самом деле, наверное, самый востребованный такой материал и ходовой на этом рынке. Использовались самые современные основные строительные материалы. Также, конечно же, учитывалась обязательно вся нормативная документация, все СНИПы, все ГОСТы, все требования, все федеральные законы были строго выполнены. За этим был строгий надзор. Соответственно, по уровню качества это жилье ничем не уступает другим новостройкам, другим микрорайонам, которые строятся по городу. Может быть, даже в чем-то оно выигрывает, потому что, соответственно, цена у нас при том же самом уровне качества, цена у нас получается немножко ниже. Эпитет «экономичное жилье» не очень вяжется с этим вполне презентабельным проектом, с современными технологиями и обустройством. И все же Солонцы-2 будут возводиться по условиям государственной программы. Квадратный метр такого жилья на данный момент стоит всего 35 тысяч рублей для покупателя. Плюс льготная ипотека под 9,9% годовых. Понятно, что эти условия будут доступны не всем, а только некоторым социальным категориям, которые определило государство. Но круг этих категорий граждан достаточно широк. Если посмотреть на список, то, пожалуй, каждая вторая семья может рассчитывать на покупку недорогой квартиры. К тому же с этого года правительство расширило перечень категорий и отменило принцип географической привязки. Теперь любой житель края сможет купить квартиру в любом городе, который участвует в госпрограмме. Везде условия и цена едины. К слову, как ни странно, но за такие небольшие деньги все же нашлись подрядчики, готовые возводить дома за 35 тысяч рублей. Ведь для строителей это хорошая загрузка мощностей в период спада – антикризисный механизм. Конкретно на Солонцы-2 нацелились сразу трое застройщиков. Они уже заходят на площадку, и первые дома здесь будут сданы летом 2017 года. А значит, всем желающим стоит поторопиться. И даже тем, кто уже является участником программы. Бытует мнение о том, что если ты получил уведомление от администрации и стал участником этой программы, то ты будешь сидеть и ждать, и тебя кто-то будет приглашать и так далее. На самом деле количество квартир же ограничено, всего 4830, они предусмотрены по проекту. И тот, кто вперед обратится и заключит договор участия в долевом строительстве, путем получит, там, либо собственные деньги внесет за квартиру, либо получит ипотечный кредит, ну, тем же самым проинвестирует это строительство, тот, собственно, и гарантированно обеспечит себя этим жильем. У нас есть спрос уже, квартиры еще не приступили продавать, но скоро начнем заключать договоры долевого участия. Уже есть активный спрос от участников. Некоторые участники хотят одни и те же квартиры, на третьем этаже, в таком-то конкретном подъезде. Поэтому участникам рекомендуем поторопиться, чтобы успеть купить именно ту квартиру, которую они хотят приобрести и жить там в дальнейшем в интересной себе квартире. Пока не разбирали. Да, пока не разбирали лучше. И еще один важный для понимания момент. Цена квадрата с нового года не изменилась. Хотя регионам было предоставлено право поднять стоимость жилья по госпрограмме на 5000 рублей. Наш край не стал этого делать. Но вот после того, как жилье будет сдано в эксплуатацию, оно автоматически по закону рынка и по букве закона будет стоить дороже – 42 тысячи за квадратный метр. А ведь застройщики уже приступают к работам и гарантированно достроят дома в срок. Это не рыночное долевое, это госпрограмма с гарантированными сроками, бюджетами и контролем. Кстати, я походил по выставке и заметил, что не так много макетов новых жилых комплексов. Если раньше каждый застройщик выставлял что-нибудь новенькое, новый микрорайон или хотя бы пару высоток, то сейчас большинство стендов было посвящено малоэтажному и индивидуальному домостроению. Новых микрорайонов было немного. И самый большой из них как раз «Соланцы-2» госпрограмма. И это отражает общую ситуацию на рынке. Главным заказчиком на строительство жилья становится сейчас государство. Это был последний сюжет выпуска. Теперь увидимся через неделю и поговорим в частности об инновациях в оформлении городов. Готовы ли строители внедрять у себя в проектах застройки новейшие разработки местных изобретателей. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова